Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Выполнен он был семисвечник, как положено. Вот в средневековой экспозиции вы видели подарок Годунова, светильник? Он стоял перед иконой Троица, а это запрестольный светильник. Твоих тебе приношу, раб твой Платон, митрополит 95-й год. Из серебра в виде райского цветущего дерева с лампадами в виде цветков золоченые. И на комре дерева, которое выполнено в виде такой горки, с корнями еще просматривается, там надпись, что весу здесь 2 пуда, 3 фунта, там сколько-то золотников. И дальше написано, а за работу потрачено столько-то денег, а на позолоту столько-то. Класс – это источник прекрасный. Абсолютно. И не имеет никаких аналогов. Это единственная в своем роде вещь, опять-таки, это мысль Платона. То есть тут можно и по серебряному делу работы писать, исходя из тех… Вот это 95-й год. Это работа московского мастера Силуанова. Вот это уже качество работы, оно ничем от европейцев уже не отличалось. Мастеров учили по 5-6 лет. И митрополит Платон затеял здесь свою серебряную мастерскую, чтобы она была на уровне. И мальчиков, детей-служителей, способных к рисованию и ремеслам, он в Москву отдал. И они по 5 лет там учились, приехали сюда, и он уже им заказы давал. И вот в Никоновскую церковь, которая ремонтировалась, митрополит Платон в 83-м году при нем сделался новый иконостас. И для него написано 4 иконы, но 4-я не уместилась, еще Богородица на престоле. И на них были сделаны заказы в Москве. Мастер, который обозначен только буквами. Именник ВЕ. Он не расшифровывается пока. Не найдено никем, кто был этот мастер. Ну, как сказать, они очень яркие, очень эффектные. Вот толщина работы сантиметров 6, наверное. Да, да. Они очень плотные, большие. Серебра пошло много. То есть он вытягивал прям вот очень-очень много. Да, да, да. Это работа виртуозная. Но тут вот как можно отметить? Московский мастер. Ну, здесь, допустим, это в стиле рококо. Все эти завитки, все эти, так сказать, вазы с цветами и фруктами. Это более естественно. А вот на образах Сергия и Никона тут узоры несколько наивные. Ну, поскольку это горние силы на престолах, а это земные цветы, поэтому здесь поземы вроде с землей и с травой, какие-то деревца внизу изображены. А дальше все это перетекает в условные, так сказать, завитки с вазонами реальными. Все это по каким-то тонким линиям уходит в огромные картуши, которые тоже венчаются вазу. Вот понимаете, вот в этом сказывается, ну... Композиция не дотянул, да? А он даже не дотянул. Он так вот мыслил себе еще. Это еще уровень вот мастеров, которые как бы, ну, не совсем... Технику он владел. А техника блестящая. Техника блестящая. Чего не скажешь? Здесь и матовое серебро, и полированное серебро. Здесь и гравировочка, и чеканочка. Здесь все есть. И Петрохиль. Вот так вот сделана. Одежда, другая фактура у одежды. Да. Отвороты мантии. Раз, два, три, четвертая фактура. То есть вот он ткань показывает. Да. Сама мантия, это уже, получается, пятая. То есть здесь вот на... Только на одежде, да. Только на одежде пять типов... Да, да. Он показывает фактуру ткани. Мастерство блестящее, что говорить. Да, ну вот тут вот, конечно, вот этот фон, он просто пустоват. И потом он, видите, как он весь стиснут к фигуре, так приближен. Вот здесь это более свободная композиция. Вот... Она по-другому здесь читается совсем. Я задам сейчас совершенно дилетантский вопрос, да? Если знали. Вот, да вы, конечно, знаете. Я бы хотел понять элементы рококо и элементы барокко. Так. Вот как вот... Различаются? Как мы их должны различать, да? Барокко очень читает плоскость. А, ну вот можно вот на этой иконе посмотреть. Видите? Оно структурировано. Это 21-й год икона. Но она подарена была в платоновские времена. Она известна, подарок лаврского служителя, очень богатого, канцеляриста. И висела она в Троицком соборе в пределе, который переходил в Никоновскую церковь над дверью. Она почти два века именно там висела. Вот барочные, даже раннебарочные, они всегда выделяют четко раму, фон, венец. Какие бы пышные ни были здесь рисунки, это всегда структурировано. Так. А рококо нарушает все нормы. Здесь вот нет рамы. Но ведь на иконах мы часто видим, как эти завитки за раму заливаются, разрушая ее конструкцию. И если барокко, оно плоскостью обозначает, то очень фрагментарно строит свои композиции рококо. Это на гладком фоне большие какие-то объемы орнаментальные, которые, так сказать, располагаются порой довольно, ну так, вольно. Так, ну, спасибо. Вот этот вот элемент я в голову положил. То, что вот рококо имеет размытую структуру, то есть не имеет структуры. Она имеет, но свою, которая не систематизируется вот на деталях вещей. По крайней мере, в иконном окладе. И это, таких вещей ведь сохранилось довольно много рококошных. Да. И на них везде это можно посмотреть. Вы понимаете, у нас, вот смотрите, какая ситуация. Вот мы знаем второе барокко, это 1830-е годы и дальше. 40-е и 50-е. 30-е это еще поздний классицизм. Хорошо, 40-е и 50-е, второе барокко. Да. Значит, мы знаем вот небольшой, очень тонкий период Павла I, у которого были свои оклады по стилю. Вот особенно в Питере. Там вот. И мы все остальное называем барокко. Ну как все? Там всего два столетия это барокко было. Ой, столетия, простите, десятилетия. 40-е и 50-е. Ну вот все то, что... Дальше пошел так называемый второй ренессанс под 17-й век, а дальше русские стили во всех видах. Вот как только у нас вот этот оружейный оклад, вот басма, вот этот вот гладкий оклад, он ушел? Басма ушла. И начался в 18-м веке оклад с такими элементами, ну вот с какими-то вот, то есть в антикварной среде термин рококо вообще не используется. То есть вот только вот, это вот называется уже барокко, 18-м веком. То есть нет вот этого разделения барокко-рококо. Ну... Поэтому мне очень интересно этот момент. Нет, 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 оно очень сильно разделяется, особенно на иконах, на окладах, очень сильно. Ну вот, к сожалению, у нас немного икон выставлено, я не могу вам показать. Но вот я вам говорила, как оно за рамку завивается. Ну вот, допустим, вот этой линией, вот такой пунктирной, как бы условно эта рама вроде бы намечена. И вот видите, вылезает узор за нее, цветочки цепляются за нее, иногда перемевает эту рамку, вот разрушая конструкцию. Вот в этом рококо как раз очень легко отличить. И потом вот эти огромные пышные картуши. И если в барокко все-таки, несмотря на всякую пышность, симметрия сохраняется во многом, то рококо очень вольные завитки. И в одну сторону, и в другую. И они не повторяют друг друга. Ну вот да, на картушах завитки разные. И не только, они все разные. Рококо очень разнообразно даже вот в единой доске, в едином пространстве. Понял, спасибо. Так, ну а вот теперь надо поговорить об одеждах еще митрополита Платона. Вот перед нами роскошь, которую трудно вообще еще больше представить. Это шитые, это не парча. Это по серебряному глазету толстой, крученой шелковой ниткой, которая называлась синель. Вышиты райские цветы. И все это дополнено золотными и серебряными нитями. Даже сейчас, при стационарном свете, это все переливается. Вы представляете, как это было при зажженных свечах или люстрах при дворце? Это так называемые придворные одежды митрополита. Он в них службы и проповеди во дворце Екатерины. И подарены они были от лица государы, не от двора, когда Платон приезжает в Петербург уже, так сказать, учеником своим заниматься. Вот вопрос такой. Вот современные владыки служат в одеждах, которые с митрами имеют один и тот же цвет. Не всегда, но стараются. Как правило, да. А в тот период времени митра и одежды... То есть к каждому комплекту одежды... Нет, митра специально не шилась. И даже более того, в монастыре было митр достаточно много, чтобы их можно было использовать уже при отдельных... Вот в том зале, мы, правда, не обратили внимания на митру. Митр так сказать. Она выполнена в 50-е годы, в конце 50-х годов, при еще поздней Елизавете Петровне. А использовал ее митрополит Платон в Петербурге. Она была привезена отсюда, в его резницу, туда. И там использовалась в одеждах. Использовалась и митра, которую подарила... Вот на этом портрете видно, она же, эта митра написана, Елизавета Петровна. Были и старые митры, которые перешивались и использовались. Вот если одежды... Вот эти одежды не перешитые. Тут можно четко судить, какой рост был у Платона. Все сохранено в первоначальном виде. Но когда у человека рост меньше, я вам говорила, подрезали. Если рост был выше, очень многие одежды, старые в музеях, у них надшиты полосы внизу совершенно из другой ткани. Их переделывали. Потому что... Но это, по крайней мере, не меняло конструкцию. А митра, она же четко на голову. Если голова меньше, только она по глаза сядет. Ее надо было украсть. Их перешивали и подшивали, и убирали мех. Ведь вокруг каждой митры, в том числе, даже вот этой уникальной... Это металлическая. Да, это в Ростове сделано для митрополита Платона. Единственное в своем роде... Здесь, видите, написано митрополит Платон московский. И даже год здесь есть. 1799-й. Кажется, хранить-то на голове можно. Любой удар она рассыпется. Да здесь вот она уже и побитая. Ну, тут ничего не поделаешь со временем. Так вот, вокруг каждой митры по контуру шел мех. Обязательно. У всех. У всех митр. А сейчас ведь не идет. По-моему. О, дело в том... Горностаевой причем. По-моему, сейчас такого нет. Нет. Дело в том, что... Ну, это же мех. Это пачкался, да. Ну, вот тут-то нет никакого меха. Это Елизавета подарила. Нет этого меха. В 18-м уже этот мех становится, ну, старомодным. И даже у старых митр, вот если вы будете еще снимать там в той экспозиции, в древнерусской, там выставлены митры, они все без меха. Так я их все проследила по описям, когда мех убирали. Он засаливался, он вытирался, он нефункционален. И вместо него делали такую сканную опушь. Вот обратите в следующий раз внимание. Оно из таких вот зветочков под мех как бы сделано. И вот эти сканные опуши, они с 18-го века так уже и пошли дальше. Уже мех в это время не использовался. И форма митры. У старообрядцев, помните, до сих пор сохранилась форма митры таким вот цилиндриком и с плоским верхом. И вот у меха, у старообрядцев. У старообрядцев точно есть. Но у них одежда совсем другая. Другие. Вот короткие рукава, которые... Да, да. То есть ты его увидишь, сразу поймешь, что это гипитка старообрядческий. Вот у них главные уборы до сих пор старые формы. А вот эта форма в виде таких вот, ну как ее назвать, фигурных таких вот бочоночков вверх. На всех вот. Это форма 18-го века. И старые митры все перешиты. Те, что даже в средневековье там у нас выставлены. Все перешиты. Понятно. Ну то есть получается, что вот такого, как сейчас, когда митра... Прямо в комплекте. Да, такого нет. Ну, по крайней мере, в документах мы такого не находим. И еще один комплект. Это для дворцовых. А вот для... Вот коралловый какой-то цвет такой. Изумительный, да. Это венецианский бархат подарила Екатерина II на 30-летие митрополита Платона. Вот это один и тот же бархат, просто это выцветший, да? Это выцветший. Более того, комплект огромный был. И филонь, и поручи, и петрахиль. Комплект разрознили. Лучшие вещи, наиболее нарядные жемчугом шиты, в оружейке. В экспозиции. Ну, и эти вещи фантастические. Вы посмотрите, как шитье сделано. Оно... Вот это рококо типичное. Почему? Многорельефное, многосоставное. Здесь и эти самые... Кроме жемчужин, здесь, господи, как они, паэточки, плоские блесточки, которые рядами наложены, оттеняют жемчуг. Поверьте мне на слово. Вот здесь использовано от более крупных до совсем крошечных, которые вот как бусинки сверху, вот виноградцы сделаны, и сверху еще бусинка. Здесь 19 тысяч с лишним жемчужин. А вот на этой одежде 150 653 жемчужины использовано. 150 тысяч? Да. Да. И все это сосчитано. Все по счету выдавалось вышивальщицам. Все пересчитывалось после каждой службы. Если какие-то жемчужины терялись, их снова нашивали, и резничество за этого карали, если он не замечал, что что-то упало и прочее. В монастыре все этому всему придавали очень большое значение. И вот этот комплект одежд использовался в основном при высочайших приездах. То есть вот просто вот цвет сейчас зависит от церковного праздника, да? Конечно. То есть на Пасху красный, пост там черный, фиолетовый там соответствующий, тогда там на Богоявлении белый и так далее. Я ваш вопрос поняла. Тогда вот дарит ему Екатерина вот этот, когда у него служит вот этот караловый. Я поняла вас. Дело в том, что вот эти вот такие традиции, какой цвет по каким, мы знаем только с 19 века. Правда, что ли? В 18 веке таких регламентов не было. Очень интересно. Даже в Лавре вот эти одежды, они просто праздничные. А в 19-м вот началось это вот выстраивание по цветам. Это очень интересный момент. В принципе, да. Ну, потому что для меня это вообще важно, потому что к этому очень много обращений. Вот в церковной среде, в православной среде. То есть вот цвета соответствующие. Да. Там богородичный цвет, апостольский цвет. Там зеленый, богородичный, синий, грубо говоря, голубой, да? И с этим даже какая-то связывается определенная, ну, мировоззренческая позиция у людей. Я, например, я из Самары, у нас была женщина, которая ходила, вот я ее на многих службах видел, она всегда ходила в одном покрое платья, такое достаточно дорогое. Разных цветов. И всегда, всегда по службам. То есть вот, повторяю, то есть получается, что это вообще новодел, то есть что это только с 19 века? Это не новодел, это поздняя традиция, да? Она фиксируется только, и причем, знаете, вторая половина. Со второй половины 19 века. И вот она вот так вот вошла, и уже мы думаем, что такое было всегда, и что эти цвета имеют такое значение. Нет. Это так же, как я вам рассказывала, что в современном представлении, что раз престол есть в церкви, на нем всегда есть все принадлежности. А в средневековье такого не было. Ну, там, да, в принципе... Туда переносили с одного престола на другой, убирали в резницу. В принципе, если вспомнить, что такое малый вход при литургии, это как раз перенос сосудов на престол, кстати, но это мы вообще об этом не помним и не знаем. Нет, ну, это уже, да, это уже специфика. Это с византийских времен, он вот оттуда пошел. Но мы, конечно, об этом просто и не знает никто, и в мыслях не держат даже те, кто знает, что это такое. Вот, и еще митрополит Платон для Троицкого собора, видите, сколько он вещей туда сделал, сделал на престолы, по его указанию, две одежды. Одна на престол, другая на жертвенник. Вот на престоле драгоценности тьма. Вот эти золотые пластиночки подарены Анной Иоанновной. Со всех других сторон золотые пластинки с чернью. Это с надгробных покровов Бориса Годунова. Вот все, что находилось в резнице, какие драгоценности, вот сюда... Которые были потеряны из своих мест каких-то, да? Они даже не потеряны, а обетшали вещи, их спарывали, вещей уже нет, а драгоценности хранятся в резнице. Вот их сюда нашивали. Вот этот вот медальон спасителя... Вклад Анны Иоанновны, пластиночки. Вот это вот тоже совершеннейший шедевр по эмали. Да. Я просто не могу даже его посмотреть. Вот медальон спасителя, красная, зеленая эмаль одежды. Сейчас я, наверное, стою вот так, не посмотрю. Очень такая трудоемкая техника. Вот это. Ну и вот, кстати, ангел. А не все. Вот ангел. Вот четыре... Богородицы, да. Пластины. Вот просто... Это надо на колени вставать, чтобы это смотреть. Да, да. А вот камея какая-то. Что за камея? Ну, это камея, которая просто хранилась в монастыре. Она европейской работой. Здесь очень хороший изумруд. И ради него, собственно, нашили. Это так же, как вот внизу с большим топазом. Вот этот запан, он тоже хранился в монастырской резнице. А так все изумруды, рубины, сапфиры, это все лаврские драгоценности. Вопрос такой. Вот когда мы про стилистику говорим, я просто попробую все-таки что-то уяснить для себя. Вот эти медальоны ставлены в такие виньетки, розетки, как это назвать? Банты? Ну, банты, но это уже классицизм. Это классицизм. Это классицизм. Почему это классицизм? Более упорядоченные, строгие, размеренные. Здесь нет вольности рококо. То есть переводико вот это вот. Они строже, в отличие от рококо, с которым они вначале даже параллельно существовали. Эти два стиля. И упорядочение, и система элементов, она четче определена. Рококо вообще «Стороны моей души» называется. А тут все это было банты, меандры, строгая система боли. Меандры – это из классицизма? Да. Вот. Это до классицизма как бы не использовалось. Просто его потом использовали в модерне, очень много меандр. Конечно. И даже не столько в модерне. Это десятые годы, даже девятисотые и десятые – это последняя волна так называемого классицизма, которая очень выделяется, особенно в Москве. И вот тогда там меандра на гладких иконах, на фонах, вот по рамочке. А вот эта одежда на жертвенник, она меня совершенно восхищает художественной работой. Это тот же мастер, о котором я упоминала, Иван Басов, троицкий художник, к которому обращался митрополит Платон. И вот эта сагбенная фигура под огромным крестом, вверху написано «Се человек». Тут вот потир сияющий, знаки мук христовых, терновой венец и гвозди. И, вы знаете, все такой мистикой пронизано. Это удивительное произведение. А там он Иерусалим еще. Я хочу сказать, что я понял, что тут изображено только тогда, когда сюда подошел. Вот когда я здесь стоял, для меня это было абстрактной композицией. То есть вот предмет в витрине положен так, что даже не видно, что это спаситель, который несет свой крест на Голгофу. Ну что вы, голубчик, ну если вы стали, перед ней стали глядеть, кто же еще крест на Голгофу с орудиями страстей «Се человек». Вот сейчас я вижу, а вот оттуда я это не видел и не понимал. Для меня это просто абстрактная композиция. Все разглядывать надо. Все разглядывать. Вот тут нужно прямо у каждого предмета стоять и смотреть. Ну вот если еще смотреть, вот можно посмотреть на этот стамбульский ларец, подаренный императрицей Марии Федоровны Платону, из которого он взял... Жене Александра Павла. Вторая жена Павла. Первая-то всего три года была, она умерла родами. А Екатерина потом очень быстро его женила на Марии Федоровне. Вот. Вот. Это ее подарок. Вверху была наложена пластина с тайной вечерью, сделаны золотые дуги, крест еще был, не сохранился. И открывается внутри, и там написано, что это метрополит Платон устроил, и то же, что она стоила тысячу рублей, вот эта вещь. Вот Платон на всех вещах оставлял вот знаки своего донаторства. Одежда выполнена самой Марией Федоровной. Руками. Руками. Это полный ее комплект ее работы, но мы только вот одну, один сакас. Очень хорошо делала. Безусловно. В отличие, там кто, Анна Иоанновна, хуже делала. Мария Федоровна, она была художницей. Выпущена даже книга. А в Павловске ее работы собраны отдельно. Она шила, вышивала, резала по кости, по дереву, по камню, лепила, гравюры, портреты. Она была великолепной художницей. Да, но вот по этой работе сразу видно, что это работа. Она, с одной стороны, проста. Фольга, блестки и нити золотные. А с другой стороны, это вещь, причем это для вифании, для монастыря погребального. Поэтому здесь драгоценностей-то нет. Это все продумано, как и для чего делается. Так, орлец. Орлец, ну и традиционный, платоновский. Как написано было в документах, собственные орлецы, привезенные позже в монастырь. Вот здесь все вещи сделаны по его замыслу на его средства. Про эти вещи тут надо рассказывать про каждую. То есть это что-то из ряда вон выходящее. Согласно с вами, и так оно и есть. Ну вот начнем мы с самой выдающейся вещи. Камень, на котором изображен молящийся монах перед распятием. Я вам показывала площадицу. Вот в такой же позе митрополит Платон себя изобразил там. Этот камень с обратной стороны написан на греческом языке. Нерукотворенный. То есть предполагается, что это чудо, что это природное. Оно не предполагается. И тогда было указано. И сейчас... Исследование проводилось... А как же. То есть это природное изображение. Это природная. Рука человеческая не касалась. И ювелиры. Ну тогда это просто чудо. Чудо. Если это нерукотворное, то есть если это природное изображение, вот так камень проявился, что тут находится монах, но в это никто не поверит, когда мы все это природное изображение. Нет, ну верить можно, может не верить. Дело хозяйское, что называется. Но это так и есть. И мы как бы знаем тоже, это мемуарная литература, что этот камень якобы подарила ему Потемкина. Платон дружил с Потемкиным. Потемкин, там написано 84-й год с обратной стороны. 84-й год, это когда Крым завоеван, когда вот эти греческие монастыри античные там и православные. И к Потемкину все это потекло. Вот Потемкин, видимо, ему был подарок сделан, а он переподарил митрополиту Платону. Платон все это в бриллианты и в жемчуг редчайший, круглый, как его называли, окатный или скатный жемчуг, большой такой величины морской. И если на первых портретах Платон изображен по ноге Елизаветинской, то вот с 84-го года в дальнейшем он на всех портретах предстает вот с этой своей любимой по ноге. А рядом по ноге, резаная на топазе, на огромном, большом, выпуклом, с обратной стороны, это гемма, и там изображены Павел и Петр, первоапостолы. И подарена она была в 97-м году. В 97-м году Платону исполняется 60 лет, и в этот же год на престол становится его ученик Павел. И вот с Павлом, и интересная тут деталь. Меч у Павла лежит в ногах. Такая иконография, она встречается очень редко, практически почти никогда. Я вот думала над этой темой, что ж вот почему под ноги. И вот, вы знаете, это связано с конкретным... Это же замысел самого Платона. Он же Петром был в крещении. Так что Петр и Павел. Это вот две личности, которые связаны с ним и с его учеником. Чтобы Павел не воевал? Нет, нет, нет. Когда происходило коронование, то, значит, Павел хотел в алтарь войти в полной форме и с мечом. Платон, рискуя всем, Павел же очень вспыльчивый, можно было под горячую руку, ого как... И Платон ему сказал, нельзя входить в алтарь. Здесь бескровная жертва. Отними от бедра своего меч свой. И Павел послушался. Он снял меч. Тут меч внизу лежит. И более того, с этого времени, когда какие-то знаки орденские давались митрополитам, так сказать, видным деятелям, то в систему входили к наградам и мечи. Вот после вот этого случая меч уже не стал атрибутикой в наградах. Ну, не совсем так. Так, послушаю вас. Мечи, как обязательный элемент ордена за военные заслуги, появились в Крымскую войну. То есть до этого... А какую Крымскую имеете в виду? В Крымскую войну. В 1855-1854 году. До этого момента знаки... Мы можем сейчас посмотреть на знаки орденов войны 12-го года. Мы увидим, что там ордена не подразделялись на ордена с мечами и без меча. Они все были без мечей. Я не говорю на изображении. Я говорю о фактической принадлежности. Вот, при награждении. Павел, он же был главой ордена Мальтистова. Иоанна Версалинского. И меч, это его принадлежность была. А, то есть... Но с тех пор он ни в соборы, никуда. Все, что связано с религией, меч отрицается. Это было действие Платона. Которому ученик послушался. Это зафиксировано в документах. А вообще, когда награждали священнослужителей любых, то их сопричитали, их не вводили в достоинство кавалеров ордена? Безусловно, но все-таки он кавалер ордена, которому полагались все атрибуты. Вот с Платона уже этого не делали никогда. Я просто не понял. Я думаю, что мечи на орденах... Нет, нет, не изображение. А именно как атрибутик. Вот. Еще одна панагея, сделанная к его 60-летию, это он делает, ему подарят в 84-м году. Это 97-й год. А это 87-й год. Подарили троицкое духовенство ему к дате. И здесь вставлена уникальная византийская камея 12-го века. Редчайшая. А что это за Богородица? А вот редкое изображение византийское, Богоматерь в молении. Очень редкая композиция и чудесная камея. То есть это оранта только сбоку? Ну, она даже не оранта. Оранта, она же руки раскидывает, у нее младенец как бы изображен. А здесь нет. Это моление Богородицы. Еще обращаю ваше внимание на эту роскошную книжку. Мало того, что она вот в системе рок-у-ко сделана великолепно. Вы поглядите, звитки, всякие там, я не знаю, цветочки и прочее. Но это внешне. А внутри это не Евангелие. Евангелие были такого формата. А это чиновник архиерейского служения. Здесь записано, какие возгласы должны быть, как служба проводится. Написана она на пергаменте из змеиной кожи выделанной. Персидский пергамент. Листики тоненькие, совсем прозрачные. С двух сторон, значит, покрыты сусальным золотом. И вот по золоту сусальному надпись киноварью и ореховыми чернилами. Это шедевр со всех сторон. Ну да, мы в жертву не посмотрим. Да, ну как уж тут. Вот эта солонка, она же использовалась как ладаница. Подарок Екатерины Второй на 50-летие митрополита Платона. Вот солонка – это такой традиционный подарок. Да, иностранцы писали, что для любого русского человека нет больше дара, если от государя солонку получить. И вот на блюде солонка была прислана митрополита Платона. А вот эта кадина – золотое, с рубинами. Это тоже на его деньги, его коштом было сооружено. Мастером иностранцем. На тулове, на нижнем, на гладком – вот типичный классицизм. Строго, просто. И с трех сторон латинские буквы. П-М-М. Которых тоже не туда П. Платон, митрополит Платон, московский. И вот идея-то Платона в чем была, зачем ему свои тут инициалы? Когда кадили и дым как символ веры. Болитва, да. То при этом вот он незримо своими инициалами присутствовал. Ну, он, кадил-то не очень много. В основном-то кадили все-таки декана на его службах. Это не важно. Митрополит, он кадил очень редко берет. Я понимаю, да, но однако вот это все было. Причем их было сделано две одинаковых вещи. Одна сюда, в Троицкий монастырь, а вторая оставлена в Москве для служб его митрополитчих. Вот то кадила в 30-е годы через антиквариат продали. И оно объявилось уже, когда была напечатана коллекция американской, я забыла ее фамилию, ну, неважно, коллекционера из Хеллуда. У нее большая коллекция искусства русского церковного. Ее муж когда-то был посланником в России в те времена, в 30-е годы. Вот она собирала эту коллекцию, которую за копейки продавали вот эти уникальные вещи. И вот вторая, вторая кадила находится там, у нее. Про крест можно что-то сказать? Ну, крест, он хорош. Аметисты, золото, граненые под старую традицию вот такими кабошончиками, круглыми причем кабошончиками. В центре камея резная, красивая, гладкая, в отличие от камней. Тоже на аметисте. Вот точных свидетельств, что она платоновская, нет. Мы когда уж говорим, что это Платон или что-то, мы имеем документальное свидетельство. В книгах ли, на самой ли вещи. Ну, это его время, его, так сказать, круга вещь. Видимо, его. Ну, это же тоже очень, очень дорогая вещь. На нее можно было полк содержать. Вот вроде проста. Ну, проста же она, по сути. Вот классицина. В то же время продуманность в каждой детали, в этой простоте стиль. Я просто хочу сказать, что такая дорогая вещь. Кому она, кроме Платона, могла принадлежать? Ну, никому, конечно. Поэтому все-таки, наверное... Вот я предполагаю, да, но нет точных свидетельств. Нет. А о замыслах и о стилях, если... Вот трикерий и дикерий архиерейские во время слов... Как, он что, вот так вот держал? Да, да. Без каких-то ручек? То есть они же какие-то маленькие. Вот так, вот застержни. Они разных форм. Вот для Платона специально были сделаны такие. Причем он заказывал в Москве немецкому мастеру. И, значит, документы сохранились все. Сколько он там, ему отпускал средств. За какую цену они сторговались. И более того, Платон хотел, чтобы их сделали по рисункам от Лавры. И сохранились рисунки, которые, значит, были сделаны этому художнику. Так вот, вместо вот этих завитков ракальных, там были, как вот в барочнах, провисающие полотенца и фруктовые цветочные связки. Так вот, на рисунке перечеркнуто и рукой немецкого мастера подписано «Не модно». И были сделаны вот такие уже стильные вещи. Причем от лица Платона оговаривалось. Сделать их как менее весомые, чтобы в руках удобнее держать. Ведь они полые изнутри, они достаточно легкие, чтобы во время службы вот их держать. А что это за Ион в Северной Китае? Да. Это вот для омовения рук перед службой архиерейских, блюда и кувшин. Для Платона было сделано, когда он только стал архимандритом Троицкой Лавры. Это 68-й год. И здесь, ну это прообраз воскресенья Господня. Кита, тут написано, он там, видно, гравировано. Из утроба, младенца Иону из Блева. Выплют. Да, из Блева морский зверь. Да. Якова прият. Угу. Как принял. Ну да, как и принял, так и выбросил. Вот, слушайте, вот эти сканные, что это такое? Это лампада, а это кадила. Это лампада, а это кадила. Да. Просто они как-то тут уж очень просто смотрятся среди вот этих вещей. Ну, и такое было. Все есть. Если вот все это убрать, то это, конечно, будут тоже шедевры. Но в сочетании с этим это уже совсем теряется. А как вам сказать, вот от этого времени только сканные две сохранились, а других нет. И поэтому, когда мы выстраивали витрину, ну вот пришлось две сканные. Но мы же не просто их единично повесили. Вот вам сканная вещь. Чудесный потир. Ну вот такая скан. С ангелом. Вот такие потиры. Вот скань, пожалуйста, сплошная. Вот такие потиры, это прям тысячи. Вот их и вузей Московского Кремля, и они проходили так вот с сканными рубашками чаш. Тут только единственное, что вот этот вот ангел выделяет его. Да. И короны на вот эти финифти. Ну так это 806-й, 807-й, 803-й год. Это 0-2, да. Это рубежная вещь. Это 2-й, да, да. Платон умер в 12-м. И он умер, он уже был очень болен. А в это время Москву взяли французы. И он страшно переживал. И сказал, что я умру, когда французов выгонят. И вот как только Москва была освобождена, он вот в этот же день и умер. Так что похороны его были очень торжественные. Его из Вифании переносили сюда, на службу в Лавру. Потом захоронили там. Но, к сожалению, его косточкам тоже пришлось не сладко, что называется. Монастырь был стерт полностью. Там сначала клуб был, потом птицефабрика. В общем, все разорили. Сейчас он восстановлен. Сохранились чертежи, описания. Все есть. Его установили таким, как он был при Платоне. Это счастье. Но его косточки оттуда перенесли в Духовскую церковь. Здесь они в Лавре. И пока назад, хотя игумен монастыря очень желает туда их перенести, но пока это факт не совершившийся. Вопрос еще такой. В 1812 он насколько был болен? Потому что вот для меня важна очень икона, которая побывала во всех походах. Да-да-да. Да-да-да. Да. То есть там же написано, что он ее передавал в московское ополчение. Это 1812 год. Это он? От его лица его векарий. Он своему векарию в начале еще за 10 лет до смерти передал правление. Он как бы значился, числился, он руку на пульсе держал, но в основном векарий, который потом на короткое время стал Августин Виноградский троицким архимандритом после него. Священно-архимандритом. Вот так. Так, ну мы, наверное, поговорили об этой великой личности в истории русской церкви, человеке, который очень многое сделал и для русской государственности, который воспитал Павла, как бы к этому вот так не относились, к его правлению, но этот человек, который его выпистывал, который очень многое сделал, что для церкви, для русской, в тот период, когда вот он жил. Вот. И мы посмотрели его вещи. Человек, который был обласкан многими государями, видели, какие умопомрачительные ювелирные изделия ему дарили, это шедевры, это действительно то, что является высшим проявлением ювелирного искусства конца 18-го, начала 19-го века, которое можно увидеть здесь, в России. А мы другого такого примера не знаем. Вот кроме Платона, вот во всей полноте, чтобы это было. Да. Большое вам спасибо. Я думаю, что эта передача будет интересна очень многим. Вот ваш рассказ о том персонаже историческом, которого вы любите, к которому, изучение которого вы обращаетесь всю свою жизнь, он, конечно, редко, когда так вот можно поговорить с заинтересованным человеком. Да, безусловно. Ждите с нашей следующей передачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова